И снова здрасте, друзья мои. Заканчиваем работу над этой картиной переднеплановым берегом. Луг-берег. Здесь мы все проработали. С водой не сложно, я не буду показывать. В принципе, то же самое. Пару-тройку мазков можно здесь чуть-чуть сделать более подробно, жиденько. Более интересно, я считаю, вот это все-таки высоко. Смотрим. Вот сюда. Вот такое у нас состояние. И сюда смотрим. Я сегодня остановлюсь на этом месте более подробно, максимально подробно. Эта часть такой же природы. Все то же самое. И мы не будем просто толочь воду в ступе. Смотрим вот сюда. Вот такое состояние. перед финишным рывком. Можно сделать из акрила. Даже лучше делать из акрила. Посмотрите. Вот это такую пластику. Недостаточно совершенную, но при этом достаточную для финишного хода акрил, даст то же самое. Это будет и быстрее, и не так будет запахи вас раздражать от масляной и от масляной краски, разбавленной пиньеном или маслом. быстро будет сохнуть, и можно даже более ярко, более пастозно, более корпусно все это подготовить. Тоже это самое. Можно сделать маслом. То есть, до такого состояния можно дойти и маслом, и акрилом. Вообще не используя акрила. Или вообще не используя масло. Но финишный слой я все-таки предлагаю финишный, какой бы он тонкий не был и может быть более сочный и жирный, делать все-таки маслом. и согласно нашему первоисточнику наполняем там, где более темные места погуще. Вот здесь нельзя точно сказать, не можно, точно нельзя сказать, можно сказать и так, и так. Можно и маслом, можно и пенином. В финишном слое как вам будет удобно. Как вот это вот под настроением немножко немножко все-таки прислушивайтесь к себе. Слушайте все учителей и просто тех людей, которые делают мастер-классы художников. Ну, в конечном итоге. Здесь вот здесь есть светло, у нас мы чуть-же, но обязательно, ну, не обязательно, но все-таки старайтесь пройтись умненьким. Проходитесь разными оттенками, красноватыми, фиолетовыми. Ну, чтобы они максимально соответствовали первоисточнику. Немножко уберем, уберем, Если бы наша подготовка масляная и акриловая была более тщательная, то вот этих движений было бы вполне достаточно, чтобы практически закончить работу. немножко чуть-чуть только поправить и откорректировать. Но я этого не делал для того, чтобы я хочу поработать здесь больше все-таки маслом. Вот у нас такое состояние, такой этап. сейчас берем зеленые, какие-нибудь зеленые. Зеленые можете брать, самые разнообразные, которые вам нравятся. Еще раз хочу вам сказать, не привязывайтесь ко мне и никому не привязывайтесь. Ну, зеленые, но зеленые. Не бойтесь, не обязательно такое, как у меня. Главное, чтобы она в вашей среде, это зеленое, смотрелось хорошо. за счет того, что у нас здесь уже краска есть, вот эти темные, темные, старайтесь искать у себя прозрачные. Бывайте, чтобы они были максимально прозрачные. Тогда вот при вот этом смешивании происходит очень красивое состояние массы этой и не происходит такого быстрого смешения. Густо положили. Положили, да, смотрите на этот завиток. Раз, выход, раз, выход. Вот такая форма, вот так ее положить. А потом мастихином распушиваете. Здесь отдельно. Здесь можем взять уже немножко другое зеленое. и с мазком фиолетового светлого вот сюда. Точно так положили и кончиком мастихина. Здесь мы уже на переднем плане максимально лепим. дальше смотрим. Вот здесь у нас такое пятно набросали таким вот образом, не сильно заложили, чтобы не перекрыть все. И вот эти вот броски мастихином, они напоминают общий кусочек, вот этот общий кусочек своей формы. Потом мы эту форму превращаем в траву. Чем лучше вы первоначально положили мастихином мазки, правильно, тем быстрее вы ее превратите в траву, тем меньше будет смешивание вашей зеленой травы с тем фоном, на который вы накладываете. и тем чище это будет место. Все, дальше не надо, иначе пропадет самая вот красота именно вот такой техники письма. здесь смотрите тоже так сделаем немного здесь сделаем желтоватым там немножко тепленьким здесь салатным здесь тоже салат и дальше мастихином мы соединяем здесь получилось у меня много я его уберу и добавлю темного вот здесь чисто зеленый такой зеленый аж такой холодный зеленый как в России как роса тень вспоминайте тогда распушили вы должны понимать что это не абсолютная техника которая претендует это естественно то есть это один из это один из миллионов может миллионов может и больше бесконечных способов как написать именно вот такой вот берег траву густую чтобы это было живописно пластично красиво не только смотреть на само изображение но и на как это изображение каким образом это изображение и это впечатление было создано сам мазок самопластика мазка имеет свою красоту и свой интерес и у зрителя и у вас всех кто интересуется «Само» регулки од «Само» 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 auto вот так пишется трава густая трава она по-разному мы сейчас пишем это и данном моменте в данном месте тоже ничего особо нового все то же самое все перетекает все связано все одно целое настроение один кусочек луга а наш подмалевок акриловый масляный темперный вот он нам сейчас помогает хотя еще раз говорю все это можно сделать и без подмалевка и с любым уровнем подмалевка абсолютно как кому хочется вот как это смотрится чуть дальше здесь момент когда остановится вам зависит только от вашего желания от вашего ощущения и дальше вот таким же образом точно так мы делаем совсем переднеплановый кусок берега а Кистью можно оттачивать эту гармонию, эту пластику, это настроение, как кисть работает. Вот так она работает, когда уже совсем высохнет, тогда заключительные мазочки, бросочки по-сухому, хорошо подготовленными чистыми замесами, будут очень хорошо смотреться, их тогда можно аккуратно прорисовывать, но очень немного, чуть-чуть, в нескольких местах, сделать очень тщательные гиперреалистичные мазочки, листочки. Это будет как вишенки на торте. Фраза, конечно, более чем избитая, но именно сюда она очень подходит. Все. Дальше кисть уже не работает, потому что много краски, она грузнет, вымазывается и только будет портить. Обязательно остановитесь вовремя. Дальше я заканчиваю. Ближний план, самый первый, самый передний, самый близкий. И потом в конце покажу окончательный результат, но здесь будет уже то, что мы все везде проходили. Всего доброго. Пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь, ставьте лайки. На вопросы я отвечаю иногда быстро, иногда очень долго. Могу и 2-3 недели на отвечать, но я обязательно на каждый вопрос отвечу. Мне очень приятны ваши добрые комментарии, которые сразу чувствуются, что идут от души. Это значительная поддержка и необходимая отдача для того, чтобы канал существовал, для того, чтобы был и мне, и вам интерес общаться и обучать друг друга. Вот такая картина у нас получилась, такого рабочего материала. Картинка небольшая, 55 на 50, но достаточно сложная и трудоемкая. И это один из самых сложных. Она полностью заполнена, она везде насыщенная. То есть нету таких мест, где есть много неба, много моря, много плоскостей. Ну, в этом я интересую, в этом я удовольствую на нее потом смотреть, показывать, ну и так дальше. Все, до следующих видео, до следующих встреч. Пока-пока.